Здравствуйте, дорогая публика! 23 марта, ну да, 23 марта, в президиуме Российской Академии Наук было заседание. Заседание было посвящено так, химии 21 века, вызовы России, как-то так оно называлось. А, вот, могу, химия 21 век, вызовы и возможности для России. Вот. Ну, открыл его, как всегда, президент Академии Наук, рассказал нам, вводную дал, да, вот, говорит, далеко, я уж перескажу словами Ломоносова, если можно, далеко, далеко простирает химия руки свои в дела человеческие. Так сказал кто? Великий Ломоносов в своё время. Вот, и это нам в своё время, с этого началось преподавание химии в МИФИ, нам вот преподавал его такой замечательный преподаватель, которого все звали Адуванчик. Вот, ну, такой был милый-милый, ему уж далеко за 80 было лет Адуванчик был. Замечательный. Ну, химия нас научил. Да, вот такой вот. Я сам ещё, уже, наверное, скоро буду таким Адуванчиком. Вот. Так вот, значит, что же он там говорит? Биохимия вот есть, да, она, например, дала нам понимание, как функционирует мозг, как эмоции наши функционируют. Взаимодействие отдельных атомов уже вот химия изучает и видит, да. Можно с помощью математических методов просто, вот, так сказать, создавать из атомов, конструировать, да, там, вот, в мозгу компьютера, конструировать вещества с заданными свойствами, материалы, вернее, с заданными свойствами, ну, дай, ну, вещества, лекарства, например, да. Вот. Компьютерная химия. Ну, говорит, вот в целом, говорит, у нас, вот тут есть проект, говорит, и ситуация у нас катастрофическая. И вот, в общем-то говоря, весь президиум, вот, он думал, как бы ему сделать так, что в целом ситуация не удовлетворительная, а катастрофическая какая-нибудь в одной области, да, вот, ему всё-таки не хотелось такое вот решение президиума делать, хотя, ну, это мало кто будет всё равно читать, вы сами понимаете. Вот, кроме нас с вами, кроме участников, кроме, ну, раньше машинистки перепечатали, сейчас даже машинистки не будут перепечатывать, да, особо читать не будет, там наверху не прислушиваются. Это я уже так вперёд вам, это я вам спойлер даю, чем всё кончится. А там, без прочего, очень мощно вот эти заседания, они очень мощные, в том смысле, что, понятно, безысходность полная. Так, ну, так первым выступал Михаил Петрович Егоров, да, Михаил Петрович Егоров, академик, сама собой, и вот он сказал про значимость химического производства. Он говорит, в жизни человеческое 8% валового продукта, это химия создаётся, сумасшедшие совершенно деньги, значит, ну, нужно сказать, что у нас, в США это 25% валового внутреннего продукта, 15 миллионов рабочих мест, средняя зарплата 86 тысяч долларов в год, да, а у нас там чем-то 50 тысяч рублей в год, ну, это меньше, ну, где-то меньше 10 тысяч долларов в год у нас зарплаты в химической отрасли. Вот так он сказал. У нас доля всего 1,1 ВВП, а там 25 ВВП. Вообще, самая мощная химическая держава, не в относительном, а в абсолютном отношении, это Китай. Китай и США, вот они больше всего производят по всем понятиям. У нас, значит, что там получилось-то по нашей России-то? Что-то около 50 миллиардов, весь валовый продукт химической промышленности, ну, это поменьше, чем БАСФ, такой концерн, меньше, чем в Испании производится, меньше, чем в других небольших странах. Ну, а дальше он, значит, соответственно, естественно, сказал, что у нас есть успехи в таких высоких разработках теоретических, вот, в частности, в нашей замечательной Академии наук. Например, вот разработали всякие там катализаторы для теплоэлектростанции. Вот, очень важное направление радиохимии, это, значит, переработка отработанного ядерного топлива, да. Есть, например, присадка, там про неё потом другой подобный говорил, которая снижает турбулентность при перекачке нефти, да, вот, чтобы таким образом вот лучше нефть текла по трубам. Ну, и, кстати, я уж не знаю, как турбулентность, не турбулентность, но нефть даёт ещё приличный осадок этого самого парафина. В частности, в хранилище, знаете, бывают такие большие цистерны, в которых нефть хранится, ну, и, наверное, так же бывает в танкерах, на дне закапливается этот парафин, и вот, значит, эксплуатируют, эксплуатируют, эксплуатируют эту вот ёмкость, знаете, какого-то цистерна, которая стоит на поверхности. Потом вырезают в стенки, значит, проезд, туда входит бульдозер, и бульдозером весь этот парафин воскребает оттуда. Вот такие вот ужасы мне рассказывали нефтяники. В своё время, это не здесь. Ну вот, есть ингибитор, который предотвращает взрывы метана в шахте, да, тоже разработан. Есть новые технологии по переработке илосточных вод. Вот, вот как это, оказывается, с сжиганием его, да. И есть очень, говорит, что наше твёрдое топливо для ракет, и для межконтинентальных, и для баллистических, там, среднего, лучше американского. Вот, это было заявлено. Но, надо сказать, я вам так скажу, вот, если на баллистических ракетах межконтинентальных и космических ракетах у американцев твёрдое топливо, это, в общем-то, рабочий инструмент. Вы помните, вот это вот, челнок космический взлетал, у него были ускорители твердотопливные, да. Ну, у нас это как-то, и насчёт в космос летать, я вот даже такого вот что-то не представляю. А баллистические ракеты, да, есть твердотопольные. Помните, в прошлом знаменитый пионер, списанный, снятый с вооружения, а ныне тополь оставшийся. Ну, плюс к этому тоже так же хорошо и далеко летают, наверное, всякие оперативно-тактические ракеты, которые, значит, тоже твердотопольные, как правило. Вот. Да, а, и вроде как сейчас что-то такое сделали для военно-морского флота твердотопольное, да. Так, или собираются сделать, да. Ещё, значит, ну, значит, стали тут критическое состояние, говорят. Вот критическое состояние. Ну, знаете, вот, может, всё-таки неудовлетворительное. Президент Академии наук. Ну, что ещё констатировал? Исчезла система образования в химической промышлении. Нет, вы знаете, подготовки рабочих вообще, а рабочий на химическом производстве, он всё-таки должен иметь некую подготовку для работы. Это всё-таки химпроизводство, как ни крути, это, ну, тут нашибиться очень нельзя. Тут нельзя быть неподготовленным рабочим. Нет уже у нас химиков-технологов, то есть, если что-то вот там придумать, какое-нибудь химическое вещество, наладить его производство некому. Ну, так и останетесь на уровне баночки, пробирочки, вам пробирочки покажут, и всё. И вся радость, да. Ну, насчёт инвестиций. Тут тоже туго, не хотят инвестировать в новое, потому что, ну, оно не даст отдачи. Предпочитают покупать за рубежом оборудование, уже готовое. И более того, раз купили готовое оборудование, а это ведь не только какие-нибудь там баки, там, понимаешь, реакторы химической реакции, там ещё и используются их катализаторы. То есть, покупай катализатор. Если нам санкцию объявят, а вот, например, против института катализаторов в Новосибирске санкции ввели. Вот, с гордостью об этом заявил глава сибирской науки, там, вот, на этом же заседании. Ну, то тогда вот останется наша промышленность без катализаторов, да. Исходные реактивы все. Нет, мы синтезировать можем, что хотите, но все исходные реактивы зарубежные. Своего ничего нет. Самое интересное, что программы все вот эти вот не получают денег от государства. Говорят, ну, бизнес, бизнес пусть складывают. И вот в то же время тут рассказывал один товарищ про то, как делается в нефтехимии, в частности. Ну, это серьёзная вещь, нефтехимия. Как там делаются всякие разработки, да. Вот, например, переработка битума, ещё чего-нибудь. А это государственные деньги. А потом уже это всё продаётся частному бизнесу. Государство вкладывает, оно не рассчитывает. Бизнес в это дело не вкладывается. Передовые разработки такие самые вот, массированные, требующие больших затрат, этим занимается на Западе государство. Вот так нам дают пример. Но у нас есть Роспил-контора, да. Вот. Да. Химиков, технологов, нет. 30 лет прошло. После советской власти, соответственно, перестала существовать прежняя система. Давайте кого-нибудь пожалуемся. Давайте в президенты напишем. Давайте в совбест напишем. Медведеву. О-о-о, поможет. Да. Цуладзе. Аслан Юсупович выступал. Тоже академик. И он, значит, рассказал, как они разработали в их институте, видимо. Значит, тут вот какая штука. Сорбенты. Сорбенты для газа нового поколения. Значит, вот он, да, показывал картинки, всё как положено. Значит, адсорбционный хранение. Что такое адсорбция, понимаете, да? Вот противогаз, знаете, в нём, значит, есть эта вот коробка, как она называется. Через неё проходит воздух, которым вы дышите. А в этой коробке есть сорбент. Ну, в частности, это, значит, активированный уголь. И он поглощает, сорбирует газ. Так вот, значит, они сделали, значит, такой бак 10 кубометров. 10 кубометров, запомнили, да? В нём сорбент. И под давлением 70 атмосфер там хранится газ. Так вот, смотрите, если 10 кубометров 70 атмосфер, просто пустой, без сорбента, это войдёт сколько? 700 кубометров газа. Вот такого, как при нормальном давлении. А туда входит раза больше, 2100. Вот. Ну, вот они такого рода, да. И если вы оттуда выпускаете, тут важно, как ещё, что противогаз, то важно, что он собрал газ, обратно он не отдаст сам по себе. Его надо там обезгаживать, как называется, прогревать там, например. Ну, с противогазом это не делается. Вот. Так вот он отдаёт 20 кубометров в секунду. Открыли кранчик и 20 кубометров в секунду даёт. У них были идеи, разрабатывали они ёмкости по 40-50 литров для, значит, там на 40-60 атмосфер давления. И там, значит, 9-12 кубометров газа в итоге там в этих вот 50 литрах есть. Вот это можно ставить на транспорт, да. Но никто не ставит. Заказов нет. Да, заказов нет. Водородной энергетике у них тоже есть своя идея. Это делать, так называемые, борогидриды. Смотрите. Натрий-бор-H4 плюс натрий-ОН. И вот это вот, проходя, смешиваясь с катализатором, это раствор, он выделяет H2 водород. И вот, значит, таким образом. А дальше водород, например, в топливном элементе соединяется с кислородом, даёт электричество. Вот такая у них вот идея была, да. Ещё один важный продукт, что надо, говорит, бороться вот с такими проблемами. Вообще с химофобией. Сейчас все боятся. А химия какая-то, да. Химофобия и утилизация. Утилизация, он назвал просто сжигание. Тупое сжигание чего-нибудь. Вот у нас в стране, говорит, накопилось 200 кубических, 200 миллионов кубических метров. Значит, ну это где-то 400 миллионов тонн получается, наверное, да, осадков, вот этих вот стоков. То, что с канализацией, да. Вот. Каждый год образуется, значит, 20 миллионов кубометров, то есть одна десятая. Вот с ними что-то надо делать. И он говорит, что там разработали мы метод, что это всё перерабатываем, и вообще чуть ли не там производим что-то такое. А там ведь полно всяких ядовитых веществ, тяжёлых металлов. Не знаю, как уж он делал. Пожаловались, говорит, вот создали, говорит, 18-11 инжиниринговых центров. Министерство образования, Минпромторг. И эти все центры при университетах, при вузах. Ни одного при Академии наук. Что за дела они все говорят, академики. Мы сами в этих вузах работаем, и там ничего, нет никакого потенциала. У них, если есть какие-то идеи, то это непрорывные технологии. А нас вообще даже не зовут согласовывать. Вообще нас не приглашают. Вы понимаете, как Академия наук. И даже он так вот как-то... То ли звук был плохой, то ли что, то ли в дикции, вот суладзая была не очень. И вот он, когда про вузы говорил, то ли давно, то ли вот другое слово на букву Г как-то так. Так что все это было вот так. Вот. А дальше выступил от Министерства промышленности, Минпромторг. Вот так называется. Орлов Александр Юрьевич. Ну, у него все бодренько, так, четыре с половиной тысячи рублей... Ну, что-то так все быстренько. Зарплата 55 тысяч рублей на человека в месяц там у них, да, вот. Ну, так все хорошо, что... Ну, у нас в то раз меньше Китая. Да, мы производим. А почему, говорит? А мы, говорит, и не сможем больше производить. Потому что все вредное производство свезли в Китай. Нам никто не даст его. Все в Китае делается. Там же все спокойненько. И у нас все вон... Свалку не моги. Хоу, мусор сжигательный завод не моги. Это же наша проблема. Не моги. А в Китае все моги. Они здесь долгое время мусор даже принимали. Но перестали принимать. Потому что уж им надоело что-то возиться с мусором. Видимо, не целесообразно. Ну, Чарушин хвалился успехом в медицинской химии. Кстати, ни разу не поговорили об создании вакцины. Ни разу не упомянули. Но это вроде не химия. Это вроде вирусология, понимаешь. Вот дальше выступила Дарья Юрьевна Борисова. Она представительности Сибура. Сибирь и буровики. Это такая, значит, контора. Значит, занимается она переработкой нефти. Полиолефины делают всякие разного рода. То есть, это вот наши полимеры, из которых делаются ботинки. Ну, в общем, всё, что делается полимерами. Полимеры – это товар народного употребления, упаковка, автопром. Вот это все эти детали внутри автомобиля. Ну, в энергетике применяется. Но сейчас, говорится, в мире избыток мощностей. С чем связано? Во-первых, с пандемией. Да. Замедление роста спроса. Сокращение прибыли. Особенно никто не хочет работать. То есть, вот в этот момент нам, понимаешь, надо поднимать химию. Когда уже замедление спроса, значит, пожалуйста, купи. Нет, мы сами сделаем. Понятное дело, да. Ну, и главный конкурент для всех – китайский рынок, которым всё, что хочешь, произведёт, в каком хочешь количестве и по приемлемой цене. Ну, вот тут по части… Ну, так Бойко хорошо говорил, он как раз представитель бизнеса, да. Понравилось мне выступление. Это как вот, знаете, есть сейчас… Раньше было слово такое, когда только советская власть заканчивалась, вот это была новая политика появилась, экономическая. Реш-маш-еш, да. Ну, то есть, цель этого «реш-маш-еш» – это получение прибыли, да. Ну, понятно, это цель любой коммерческой деятельности – получение прибыли. А вот сейчас такое слово, и тогда казалось это нехорошим словом, а сейчас вот оно – «реш-маш-еш», молодец. Мне бы заработать бы, да, и пользу другим сделать таким образом. Ну, главное – заработать. А сейчас есть слово такое «роспил», вот это вот, да, российский пил, да. Вот чувствуете, да? Сейчас уже немножко смещает. То есть, оказывается, можно и хуже. Оказывается, можно и хуже. Ну, вот они говорят, что очень важная вещь – превращение пластика, вот отхода пластика в сырьё. Дело в том, что просто вот эта механическая переработка – это почти исключена, потому что весь пластик, он грязный. Ну, редкий там, ну, вот я не знаю, я могу сказать, вот облой при производстве какого-нибудь изделия. Это то, что вот остаётся от формы, отлили где-нибудь в дувной или в отливной машине какое-нибудь изделие, пресс-форме. И вот облой его удаляют, но он чистый, его можно опять переплавку, опять тут же использовать. В дробилку, в дробилку и плавить. А так, вообще, грязный. И, говорит, надо просто его превращать в сырьё для получения химического продукта. То есть, вот его разложение, переработка. И ещё вопрос биоресурса – это остатки сельскохозяйственной продукции, те, которые вот, ну, отходы, да, типа солома, грубо говоря, там, шелуха какая-нибудь. И второй – отход дерева обработки. Вот это она зарисовала как перспективные идеи. Вот, химическая переработка пластика и вот это вот отходы и всё прочее. Кстати говоря, сейчас модная тема – превращать углекислый газ во что-нибудь, да? Над этим ведутся у них работы. Они там курируют некие разработки. Вот делать из СО2, то есть из углекислого газа, этилен. Методом, каким-то там электрическим методом что-то. Ну, понятно, этилен – это, значит, CH2-CH2 такая молекулка, да? Вот, то есть, тут кислород надо как-то оторвать и водород добавить. CH2-CH2. Ну, видимо, там, да, видимо, там, CH2. Что? Ну, воду подогнать, наверное, надо каким-то образом. Это, да, вот, говорит, производство метанола, это метанол, спирт, да? CH3-OH, да? Вот он, говорит, получается в 4 раза дороже, чем вот вообще так вот из других источников. Метанол, метиловый спирт – это не только способ отравиться и зрение потерять. Это ещё и сырьё для химического производства, например, синтетический каучук производят из него. Вот. Ну, есть всякие спецполимеры, говорит, замена металла. Да, так вот она ещё честно говорит. Вы знаете, говорит, если что-то новое, то это какие-то прорывные технологии. Вот в это бизнес вложится, да? Вот если вот его принесут, вот давай оборудование прорывное. А у нас нет. Ну, так тогда иди куда-нибудь подальше. Вот, прорывные технологии. А, говорит, догонять бизнес не будет, это не выгодно, нет смысла. То есть всё, поезд ушёл. От Сталина совсем называется, да? Да. Да. Ну, и вот на Западе до 100% инвестиций по госпрограммам. Это вот в СО2, все вот эти вот вещи, да? А они полпроцента выручки отправляют на НИОКР. Из них 30, вот из них вот, ну, треть это собственные. Собственно, с сторонними организациями, а две трети свои. Вот так вот. Алдошин выступал. Он такой выступал, дескать, между химией и физикой. Он говорил про молекулярный магнетизм. Понимаете, как молекулярный магнетизм, спинотроника, помните такие вещи? И вот он говорит, что, в принципе говоря, на молекулярных этих вот магнитиках можно, в принципе, создавать один бит информации, одна молекулка. Ну, то есть, куда она магничена, сюда или сюда, вот единичка или ноль. И это, у него так получалось, что же у него получалось-то, что на один бит ему приходилось один ангстрем примерно. Ну, да. Не, четыре ангстрема. Фероапатит. Вот такое вот вещество, спины у него. Вот так вот, кристалл фероапатита. И с расстоянием между соседними спинами четыре фтора, да? Четыре ангстрема. Фтора апатита. Четыре ангстрема. Вот каждые четыре ангстрема. Вот. Он, да, он, он. Прикинь, да? Вот на поверхности, например, это что же получается? Четыре на четыре. Шестнадцать квадратных ангстрем. Одна ячеечка, да? Шестнадцать квадратных ангстрем. А квадратный ангстрем – это десять в минус... Ну, короче, ангстрем – это одна десятая нанометра. На нанометре это будет уже куча целых там. Сто на ста, да? Тут шестнадцать. Ну, где-то восемь на квадратном нанометре. Константин Всевышев Григорович. Говорил о металлургии 21 века. Ну, вообще, металлургия – это, конечно, химия. Мы вот в школе про металлургию узнавали в курсе химии, общей химии. Как раз там, как восстанавливаются металлы, как получается железо, сталь, цветные металлы. Всё это там было. И вот он так вот и говорит. У нас, значит, 14% валютной выручки – это, говорит, продукция металлургии. Странные валютные выручки. Это много. Из этих 14% – значит, 0,8. Ну, из 80% – это сколько же получается? 11% – значит, 14%, 11% – цветная, 3% – чёрная металлургия. Значит, мировой вклад в мировую производство – 7% чёрной металлургии, 8,5% – цветной. На первом месте, естественно, везде и всюду Китай. Надо сказать, что 70% предприятий металлургии – они городообразующие, то есть в городе просто больше заниматься нечем, кроме как обслуживать всё это вот на селе работников, да. Значит, всё это основано на богатых месторождениях нашей страны. По производству никеля второе место, алюминия второе место, но, правда, алюминий у нас делается из привозного сырья, благодаря, значит, мощным электростанциям, которые построили в немалодоступных местах. Ну, знаете, вот Красноярский алюминиевый завод. По медиума на пятом месте, по магнию на втором, а по стали на пятом месте. И он показывает документ «Стратегии развития металлургии до какого-то года». Это ему спустили сверху из Минэкономразвития. Значит, сколько там должно чего быть? Он спрашивает, вас спрашивали, президент спрашивает, вас спрашивали, значит, вот, консультировались, нет, нас не спрашивали, просто вот я вот вижу этот документ, вот могу его прокомментировать. То есть, Академия наук никто об этом не спрашивает, да. Так, ну, науки в химии больше нет отраслевой. Раньше в металлургии, раньше была отраслевая наука металлургии, где там много чего было разработано, помню, всё время появились установки непрерывного разлива стали, это был такой крик прям новый, да. Вот, госфинансирования больше нет, а производители ничего не финансируют на научных, они покупают готовые за рубежом, если что. Нет проблем. Вот. В мире сейчас бум производства стали. Вот. В Европейском Союзе всё это делается через госфинансирование. Вот так вот. Леонтьев Леопольд Игоревич потом выступал. Говорил он про рециклинг технологических отходов. Технологических отходов. Вот, говорит, он при производстве, например, железа, значит, одно тонну стали, это 10 тонн отходов. Одна тонна цветного металла, 100 тонн отходов, колоссальное количество отходов, с ними надо что-то делать, да. В своё время, говорит, мы разрабатывали систему уничтожения, значит, химического оружия, вот этих вот ядовитых газов. Очень, говорит, здорово придумали, сделали. Это, говорит, можно делать в доменном производстве. То есть, в домну туда вот задувают, наверное, его, да. Знаете, как вот в домну вообще бы есть такая, ну, значит, такой домну, это смесь, шихта называется. Смесь, значит, что там, кокс, это углерод. Вот, значит, ещё и там добавки всяких раскислителей, всякого для легкоплавкости шлака добавочки, там, значит, типа известняк тот добавляет, или, может быть, негашённый известняк, вот я не могу сейчас сказать. И ещё руда, естественно, железная, всё это подготовленное. И туда можно, например, продувать, чем продувать? Метаном, CH4. Этот метан там будет вот как раз восстанавливать железо. И, оказывается, туда же можно было продавать и ядовитые вещества, потому что при тех температурах они все разлагаются абсолютно точно. Они это дело как-то у себя там проверили, и металлургам понравилось, и решили это дело предложить военному. Военно сказал, нет, мы не будем возить никуда, мы, говорит, тут сейчас у себя будем сжигать. Ну, видимо, они хотели... Роспил. Ну, это понятно. Вот, мы, говорит, тут написали, говорит, проект по поводу переработки отходов всяких разного рода. И прошли к ним, значит, в Совет Министров. Они сказали, ну что вы к нам пришли, говорит. Вон, говорит, тут есть заинтересованное министерство, вы к ним обратитесь, пусть они вам отзыв дадут. Они пообратились в министерство. А министерство, например, Минпром сказал, а вам это кто-нибудь поручал? Нет. Ну, вот и не делайте. Вот поручить будете делать. Не поручили, значит, сидите и не квакайте. Всё. Ну, квакайте не было слова, это я уж от себя. Не лезьте. Вот. Максимов выступал по углеводородным ресурсам их переработки. Вот удивительные вещи. Ну, вы знаете, есть такое понятие светлые нефтепродукты. Бензин, керосин, дизельное топливо, солярка, как это, гайзоль. Вот это светлые нефтепродукты. У нас из нефти получается 52,8% светлых нефтепродуктов. В США 82%, в Европе 76%. За счёт чего это делается? За счёт того, что используется разложение вот этих длинных углеводородов. Мазута, проще говоря, да? Каталитический крекинг. У нас же есть такая графа продажа за рубеж прямогонного мазута. То есть, вот отогнали, остался мазут без катализа, без крекинга высокотемпературного, например. Вы это грузите в цистерну и везёте, значит, какой-нибудь там Балтийский порт, там грузят на пароходы. И там какая-нибудь, так сказать, фирма западная, его, значит, закупают, а там у себя перерабатывают. Получают из него, значит, светлые нефтепродукты. Вот. Ну, у нас тут мы много чего понаразрабатывали, да. Вот, в частности, это они, С2-ФТОР-4, такое соединение, это в трубы добавлять присадка для транспортировки нефти. Так вот, они придумали частички нано-катализатора, которые могут даже асфальт перерабатывать, светлые нефтепродукты. Ну, вот, это научный успех, но, естественно, внедрять это ничего такого, никто ничего не собирается. Так. Вот Сибирь выступала, вот похвалилась, это нам, говорит, наша заслуга, институт катальза, говорит, под санкциями. Но вообще-то говоря, говорит, вы знаете, что нужно развивать? Он сказал, нужно развивать малотоннажную химию. Это, говорит, самая высокомаржинальная, значит, область химии. Малотоннажная химия, вот, когда, сказать, маленькое количество продуктов. Малотоннажная химия. Вот это очень всё важно. Ну, собственно говоря, вот тут стали отрабатывать, оттачивать, материал для того, чтобы всё заключение своё сделать. Ну, написали, что там она в неудовлетворительном состоянии, что-то там в критическом написали. В общем, советуйтесь с нами, советуйтесь с нами. Там толковали о том, что отчёт, вот, будет 20-го числа апреля, значит, будет отчёт отделений принят, там утверждённые положения об отделениях. Очень интересно очень принимали. 21-го сначала медаль раздадут, потом будет, в 11 часов, будет 12 докладов о юбилейных по поводу развития космонавтики в нашей стране. Вот тоже поплачем тогда, конечно, дело. Вот. А тут, значит, интересно. То есть они сейчас вот проголосовали потом вот за это вот проект, того, что будет у них, программа, что будет на отделениях. А один академик спрашивает, а вот, что, говорит, там не будет там рассказа о достижениях последних? А, говорит, у вас что, нет текста? Нет, говорит, у нас текста. Ну, там он прочитал. Да, вот отчётный доклад президента Академии наук, и в том числе достижения Академии наук за текущий год. А, ну всё ясно, голосуем. Кто против есть, принято единогласно. Вот такие вот дела. Ну, потом они утверждали директоров институтов в одном институте. У них член КОР, 60 лет ему, директор. Он должен уйти из этого поста. На его место два кандидата, и оба кандидата химических наук. Всего лишь на... По-моему, не помню химических, но в каких... Кандидата наук. Это не химический был в институт, возможно. Вот. И вот они просят в порядке исключения разрешить уж доработать член КОРу, пока один из этих двух кандидатов не защитит докторскую хотя бы. Жёстко, да, жёстко, жёстко, жёстко. Да. А потом был выступление очень интересное. Хохлова, того самого Рэмовича сына, Рэма Хохлова знаменитого. Это был раньше... Кто он был в МГУ-то? Наверное, он был декан физфака. Он погиб в горах, он альпинист был. Рэм Викторович Хохлов такой был. Знаменитейший наш физик. И вот, значит, у них такая штука. Мы, говорит, пошли, говорит, в правительство. Вот поддержите, говорит, издание наших журналов. Хм. А нам сказали, а вы бы, говорит, рейтинг бы их составили, мы бы, говорит, лучшим журналам-то помогли бы. И вот мы стали думать составлять рейтинг. А сейчас там важно такое показатель, импакт-фактор. То есть сколько цитирований есть вот этих вот статей, которые в журнале публикуются. И большинство журналов сказало так. Не академических, таких, которые вот вульгарно очень ведут себя. Значит, показатель там такой у них. Значит, принимаем статьи, публикации, только если в ней есть 10 ссылок на статье, опубликованном в нашем журнале. Всё. И то есть каждый вот у вас идёт публикация. Значит, там, скажем, 10 статей в каком-нибудь маленьком выпуске, 100 ссылок на журнал. Всё. Ну, понятно, да? И они все в первых рядах. Академических изданий в первых рядах там нет. Потому что там такого закона твёрдого в них требования. То они стесняются, не могут. Это некорректно. Вот. И тогда, значит, решил Рэм Хохлов разрабатывать, Рэмович Хохлов, разрабатывать, значит, свой рейтинг. Вот он придумывал рейтинг. Его критиковали другие. И, кстати, интересно, тот самый Рэмович Хохлов, который составлял документ, который куда бы послать тоже, вот давайте пошлём в Совет Федерации, там ещё куда-нибудь, чтобы не принимали закон о, я бы сказал бы, противодействии просветительской деятельности. Вы понимаете, о чём я говорю. А сейчас об этом даже не вспоминают. Его уже приняли во всех трёх чтениях. То есть им плюнули, они даже утираться публично не стали, прикинь. Вот они новую вот эту вафлю соорудили. Там редактор одного журнала говорит, ну как же так-то мы тогда, вот непонятно получается, что у нас. Потому что распределение тогда журналов по местам как-то меняется, в хвосте вы придумали всякие там коэффициентики свои, там так, чтобы вот приподнять наши журналы вверх туда, чтобы они были. Наряду с теми ложовыми были бы ещё и наши. Вот им будет помогать государство, может быть. А может быть скажут, ну и ладно, мы хорошо, мы посмотрим, идите. Они опять даже утираться не будут. Вот такая вот ситуация. 30 марта будет ещё одно собрание с академиками из Академии наук Белорусской, Беларуси, совместное собрание. Ну а вот 27 марта, так, 30 это вторник, да, значит, это что же будет, пятница получается, 27 это, да? 23, 25, 26, что ли, суббота, что ли? С 12 до часу, до трёх у них будет некая конференция в том же зале, между прочим, я пригласил вам всех, президент, дистанционно принять участие по низкоуглеродной вот этой экономике. Ну, сейчас же модно, меньше углерода, чтобы поделять. Вот такие дела. Ну всё, Академия наук наша вот превратилась. В принципе, говорят, и то, чем занимается Академия наук, это примерно то же самое, что и я, только они стесняются попрошайничать в конце. Пришлите мне деньги. Я вот не стесняюсь, я честно говорю, я живу на ваше подаяние. Больше как вам со своими рассказами я никому не нужен, со своими художественными рассказами. Так что вот внизу у меня есть номер сбербанковской карточки, номер счёта в Сбербанке, есть PayPal, есть ссылка на Donation Alerts, пройдите, задонатьте, пожалуйста, умоляю, иначе я помру. Так же могла бы Академия наук говорить. Ей надо поменять свою деятельность, ей надо какой-то контент производить, вот такой, для Ютуба. Если, конечно, они будут всё время говорить, что их обижают, им, конечно, не разрешат просвещать. А так, если будут всё слова КПСС или как там, да здравствует, вечно живой и мудрый, тогда всё будет нормально, естественно. Вот такие вот дела. Вот журнал «Мире науки», это русский перевод Scientific American, вышел с улыбающимся Гагарином на обложке с красной цифрой 60. И вот из шестёрки улетает ракета с Востоком-1. Раньше были времена, как тогда дорога была не асфальтированная. Помню, когда Титов полетел в тот день, значит, куда-то мы с мамой ходили через овраг. Через овраг был дощатый мостик. Сейчас этого оврага нет. Его засыпали все вот в окрестные жители мусором. Теперь там оврага нет. Прогресс, да. Нет, никакой мостик не нужен. Оврага больше не существует. А на улице травы больше нет, грязище жуткое. 60 лет прошло. Прикинь, как живём, как живём. Да. Вот и дата. Вот и дата. Так что помогите мне, ради Бога. На пропитание денежков пришлите. Я понимаю, что вам это больно слушать. Ну, а что поделаешь? Я уже к этой боли привык. Просить-то больнее, на самом деле. И не получать денег в ответ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова